Приветствую вас! Если отвечать на ваш вопрос кратко, то я бы сказал, что нет, это ненормально. То, что, ну, происходит, да, то, что мужчина говорит, что одобрение ему нужно и так далее, родителей, друзей и так далее. И даже если это одобрение и было бы, даже если это одобрение имело бы место, то мне что-то подсказывает, что, ну, вам было бы, мягко говоря, некомфортно жить вот с этим чувством, что это какая-то условность, что это не он захотел, да, не мужчина захотел быть с вами, а это его друзья, его родные захотели быть с вами, по сути дела, да. Вот, то есть здесь самое неприятное, это именно, именно вот этот аспект. И потому, нет, это ненормально, но опять же, ненормально с какой, с точки зрения, с какой стороны. Ненормально это в том смысле, что для вас это не подходит. То есть вот, для вас это ненормально, да. А для него вполне, например. И в его реальности это вполне окей, в его реальности это вполне здорово. И можно ли говорить о том, что он, ну, должен вести себя по-другому как-то? Нет, нельзя, потому что мужчина такой был, он такой, какой он есть. Он не видит для себя в этом проблемы. Ну, вот, в своем поведении он не видит проблемы. И, соответственно, как мне думается, что раз его все устраивает, значит, вам остается только либо принять его позицию такую, какой бы она ни была, либо уйти. Вот. Это первое. Второе. Вы пишите, 8 лет, нахожусь с человеком в отношениях, были многие моменты хорошие, плохие, жили вместе, и предложение было, но до свадьбы так и не случилось. Но свадьбы так и не случилось. Ему всегда важно мнение родителей его. Значит, смотрите, дело заключается не столько в том, что он поступает, не только в том, как он поступает, а в том, что вы, Татьяна, вы решили для себя быть в этих отношениях. Вы приняли это, вы захотели этих отношений, и вы с человеком находились в отношениях 8 лет. При том, что он не сделал вам предложение. Вы уже на третьем, на втором году могли бы все понять и сказать, ну, окей, чувак, ты такой, я понимаю, ну, ты мне не подходишь. Но нет, вы этого не сделали, вы этого не сделали. И вопрос заключается в том, по какой причине вы этого не сделали. Мне думается, что причина заключается либо в вашей самооценке, либо в том, что вы боитесь остаться одна, либо в реализации своих желаний, которые непосредственно связаны вот с этим молодым человеком. И нежелание, а может быть и страх реализовывать их как-то иначе, свои желания. Это требует перестройки вашего поведения. То есть, основной момент, это взятие личной ответственности за то, что происходит именно с вами. И основной момент, один из основных моментов, точнее, это постановка вопроса не в том, в плане, нормально ли это, то, что он делает. А основной вопрос, нормально ли для вас участвовать в таких отношениях, находиться в таких отношениях. Дальше, следующий аспект, касается игры, в которую вы играете. Значит, ну вот вы пишите, во-первых, что мы с ним разошлись, сделав много гадостей друг другу. Опять же, вы обобщает здесь, вы обобщает. То есть, что это означает? Это означает, что вы ушли от него, и вы, вы же сделали ему гадости. Понимаете? То есть, вы для чего-то, вы по какой-то причине сделали ему гадости, и вы же по какой-то причине решили уйти от него. Да? То есть, это всё, как бы опять, ваша ответственность, это не ответственность мужчины. То есть, она у него, конечно, есть, эта ответственность, безусловно. Но и ваша ответственность тоже есть. А свою ответственность вы как будто бы исключаете. Ну вот. Свою ответственность в отношениях. А? Вы как будто бы исключаете. Вот. Понятно, да? О чём идёт речь. Дальше. Значит. Так. Много сделав гадостей друг другу. Вот опять. Много сделав гадостей друг другу. То есть, что это значит? Много сделав гадостей друг другу. Это значит, что вы по сути, значит, сами решили сделать человеку гадость. Для чего? Зачем? Почему? Да? Ну понятно. По какой причине вы решили сделать человеку гадость? Именно вы. Ваша субъективная сторона в этом вопросе какая? Первое время он сильно помириться хотел, я наоборот. И с чём это связано? Прошло полгода я поняла, что есть сестры к нему и пытаюсь помириться и создать семью. Татьяна, ну согласитесь, довольно странно это звучит. Вы полгода не общались вообще. А потом вы решили, что у вас есть шесть чувства к мужчине. И вы начали пытаться с ним мириться и создать семью? Ну, помириться еще ладно. А создать семью-то как? Для чего? Зачем? Я не знаю, как вы их путаете. Ну, одно с другим. Дальше. Он говорит, что уже ничего не хочет, так как все это время, полгода, бегал за мной, просил прощения, а я ноль внимания на него. Он поднагонился с девушкой, и они встречаются. Ну, это напоминает классическую детскую игру. Ты убегаешь, я приближаюсь. Я приближаюсь, ты убегаешь. Почитайте о ней в интернете, я думаю, что вы увидите сходство. Звучит смешно, наверное, но я поняла, что роднее его нет. Понимаете, Татьяна, не то, чтобы смешно звучит. Это не смешно звучит, это звучит понятно. Родной человек в данном случае, это тот, в ком вы нуждаетесь, и все, что вы делаете, вы делаете для себя. Не для него, а ему хорошо. Понимаете? Ему хорошо, он начал девушку. У него эта девушка, вероятно, вызывает одобрение со стороны друзей, его родителей. Он счастлив, вы нет. Потому что вы не счастливы, вы чувствуете, что это мужчина родной для вас человеку. При этом вы забыли, почему вы разошлись, и забыли, почему вы полгода не хотели его принимать. То есть, у этого субъективная сторона есть, мотивация есть, есть. Вы это моментально забыли. И, естественно, после этого, как человеку воспринимать вас всерьез. Кроме того, полгода срок большой, и за это время человек легко мог построить новые отношения. Дальше. Так, все эти полгода, он говорит, что у него есть свое мнение, и что родители, друзья ему ничего не скажут. Не очень понятно, что именно они ему не скажут, и не очень понятно, в каком контексте мужчина говорит, что у него есть свое мнение. То есть, он имел в виду, что вы не бравы на его счет, что вы шли от него, и у него есть свое мнение. Если так, то хорошо. Как только я захотел помириться, он сразу говорит, что все против нас, все имевали, чтобы наше общение одобрить родителей. Если родители и друзья одобрят, тогда будем вместе. И вы считаете, это нормально для мужчины? Это первое. Второе. Понимаете, люди не меняются просто так. И если мужчина не работал с психологом, то я думаю, что он не изменился. Он просто вам это говорит, что вы вернулись. Когда же вы захотели вернуться, он понял, что вам это нужно, и решил качать, качать права вновь. Вот. По сути, он и девушку обесценивает, которая встречает, потому что он в теории готов ее променять на вас, если общение с вами одобрят родные. И вас обесценивает, потому что ставит ваши отношения в зависимости от других людей. Вас это устраивает саму. Дальше. Дальше. Есть вариант, при котором все это ложь. Неправда. То есть, в действительности он... Не собирается с вами в отношения, а просто манипулирует этим. То есть, выставляет себя как бы жертвой, чтобы в случае чего оставить мостик к вам. Опять же, это его далеко не красит. Ну, то есть, на плане, что вы себе задайте вопрос, вам это все нужно, вы сами как ко всем относитесь. Мужчина, он, понимаете, находится в своем праве, то есть, его право так выступать. Это его жизнь. А это ваша жизнь. И вы ставите свою жизнь в зависимости от него. Это ключевой аспект, который неприемлем. Так, значит, посоветуйте, пожалуйста. Что именно посоветовать Татьяну? Ага. Психологи не советуют. Психологи анализируют и дают рекомендации. А он начал встречаться с другой, но я не поверюсь, что может вот так вот 8 лет забыть и начать говорить люблю другую. Можно, ведь вы полгода не были вместе. Это первое. Второе. То, что вы не можете его забыть, ну, то есть, мужчину, это ваше желание, это ваша потребностная сфера. И вы эту потребностную сферу, свою, свои ценности, да, то есть, вот, возможность или невозможность забыть или не забыть 8 лет отношений переносите на него. Я думаю, что в общем и целом является не таким уж справедливым и не таким уж честным по отношению к мужчине. Так что вы к нему чувствуете, любовь или ощущение, что он родной, то есть, нужный вам. Это разные вещи. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Очень diasлогод pole. Удачи вам же те, кто больше. Например, удачи вам за дошlere. Продолжение следует...